Так, сегодня у нас 24 января, 2022 год. Уже скоро, наверное, 20 лет будет, как я занимаюсь этими удалением бородавок. Ну, не я, наверное, но это 2008 год, а сейчас 2022. До сих пор вот. Вот, так, вот сейчас я приехал в клинику, к Ирине, послушал, какими методами будет лечение, пока мне не все понятно. Вот, буду говорить, буду записывать видео, показывать. Сейчас вот даже покажу, вот здесь все это выглядит, вот клиника. Это столько сертификатов, дипломов за два года, да, работы? Зачем? Нет, я уже больше 10 лет работаю, и очередной семинар у нас как раз-таки будет 2 февраля. Дальше я на конференцию поеду в Москву 9 февраля. Периодически повышаем свой уровень знаний. Все для вас. Это же тоже не бесплатно, да? Рано работать. За свой счет. Да, за свой счет. Сейчас я проведу диагностику подозрительных мест. А на руках потом отдельно тоже, да? Потому что вот у меня на руках тоже вот. Ну, как мы посмотрим, возможно, здесь скрытие. Вот у меня вот здесь вот бородавка. Потом я еще обнаружил только сегодня вот здесь бородавка. Вот она, вот. У вас еще трещины есть, возможно, в трещинах тоже есть. Поворотите ножку. А эти трещины как удалить? Пока поработаем с пораженными местами, а потом мы доберемся до трещин. Пока не тереть, не срезать, не желательно. Все сделаем постепенно. А вот здесь что за шрам у вас? Это рубец. Это я прыгнул на речку неудачно и порезал. С пирса прыгнул. Никаких новообразований не вырезали вам, да? Нет. Это у меня уже было еще до бородавок. Тоже лет 10 назад это рубец появился. Угу. Так, здесь у нас. Да, здесь тоже рассеянно. А это вот место тоже такое у меня подвержено. Либо их не до конца, у меня там корни остались. И вот они опять наружу полезли. Да. Ну вообще то, что у вас трещины, здесь, конечно, поработать нужно будет. Но это чуть позже я вам объясню и расскажу, как избавиться от трещин. У нас есть хороший препарат от трещин. Заживляет очень быстро. По сравнению с другими препаратами работает, 100% работает и вот быстро. Это в домашних условиях, да? Чего обычно приятные хотят, чтобы здесь и сейчас было. Ага, понятно. Это чуть позже мы с вами займемся, ладно? Хорошо. Сейчас основные проблемы возьмем, а потом мы же сами будем дорабатывать трещины. Вы в прямом эфире? Нет. На видео я снимаю. Давайте это не снимать, потому что вы отбежали мастеров, которые хотят обладать этой техникой, и не могут как бы неправильно преподносить. А, ну все, можете сказать, что вот в связи с... Короче, понятно, да? Да. Сейчас потом просто... Нежелательно стереть. Да. Поэтому вот так вот. Я вам лично все объясню, научу вас. Никакому мастеру не желательно преподносить эту технику работы, поскольку есть те мастера, которые хотят на халяву просто у кого-то посмотреть и дальше работать, но не хотят идти обучаться. Да. Все-таки работа давайте постойная. Я тогда покажу, вот в каком состоянии у меня вот сейчас стопа, вот ноги мои. Множественные бородавки. Да, это вот только одна часть. Вот они вот везде, повсюду здесь, вот на левой ноге, вот на правой ноге трещины. Вот здесь скрытые, вот тут бородавка, вот здесь бородавка. На протяжении 20 лет динамики никакой не было, да? Да. Только, нет, динамика к увеличению только есть. Только наоборот увеличивается. То есть потратил столько, перенес столько болей, перенес столько времени, затрат финансовых. И ни к чему это вот положительному. Да, наоборот только их стало. С одной бородавки у меня распространилось все это вот по ногам и по рукам. Какие методы применяли тоже скажите? Да. Все, теперь я уже переключил камеру. Можете уже, да. Все началось 2008 года. Я записался к... Как? Педикюр кто делает это? Кто? Мастер педикюра. Мастеру педикюра. Вот. Потому что тогда я помню впервые то ли поездка какая-то наметилась, то ли еще что-то нецеленаправленно я пошел на это. Значит, вросшиеся ногти. Во! Вот с этого все началось. У меня на... Я неаккуратно стрик ногти. Всегда что-то там ковырял, дергал. И вот началось все с вросшихся ногтей. Вот вспомнил я. И вот таким образом мне сделали педикюр. Причем аппаратный. Все началось с аппаратного. И буквально через год, значит, это был 2007 год. Помню я тогда мы выиграли путевку в Турцию. Вот 2007 год, скорее всего, с этого все и началось. И вот к 2009 году я обнаружил у себя бородавку на пятке. Одну. Я помню, потому что четко я был... Работал тогда директором парка. И я ходил в сандалиях вынужденно вот все лето. Ходил в сандалиях по парку. И вот эта бородавка, она у меня распространилась на сегодняшний день. 22-й год. Вот их, наверное, штук у меня 20 точно есть. Я методы какие применял? Изначально мне прижгли чистотелом. Вот мастер по педикюру. Динар, мы сейчас, говорит, тебе не проблема. Сейчас все сделаем. Она капли две, наверное, нанесла на это место. И у меня образовалась прямо дыра. Буквально через два дня у меня это образовалось дыра. Она не заживала. Я обратился в косметологический центр. У нас есть в городе Уфа. Вот. Они сказали, что действительно чистотелом оказываться нельзя. Ну, каждый специалист говорит свои методы лечения. Якобы чистотелом такие бородавки не прижигают. Это уже какой-то старинный метод. Вот. Дождитесь, пока все это заживет. Но я вроде как сказал, прижгите прямо сейчас. По-моему, прижгли. Это было очень больно. Прижгли жидким азотом. С чистотела. Перешли мы на жидкий азот. Это было очень больно. Особенно первые 15 минут. Адская боль. И постепенно, постепенно. Вот моя бородавка не исчезла. Она только распространилась. Ее стало потом две, потом три. Потом на руках они пошли. Потом на другую ногу перешли. Потом, значит, уже вот это... Полгода назад я сделал вообще солиподным пластырем. Мне опять-таки сказали, нужно солиподным пластырем якобы на пятках толстая кожа. Ее нужно демонтировать, можно так сказать. Удалить. Вот сейчас скажу. Это человек, специалист, который в косметологическом центре работал всю жизнь свою. Она сейчас заслуженно ушла на отпуск. Фамилию и имя я могу чуть позже написать. Либо в описании, либо... Сейчас я не скажу. Вот человек с косметологического центра. Меня рекомендовали потом, значит, в другую организацию, центр стопы. Где мне сделали чистку после того, как я с солиподным пластырем, значит, походил двое суток. У меня вся пятка, кожа на пятках получается. Вот, знаете, такой эффект, когда ты ноги держишь в воде часа два. И вот эта кожа, она становится такая, знаете, белого цвета. И как будто бы она сейчас сойдет. Вот, и вот у меня пятка, значит, кожа вся побелела на пятке. И через недели-две у меня сошла пластом, прям пластом вот эта вся кожа. У меня кожа была, как у младенца на пятках. Даже было больно ходить. Много критики я выслушал в этот адрес. То, что вот так я сделал потом. От других мастеров уже потом. В комментариях где-то я выложил это видео. Мне в комментариях сказали, что это вообще, и вы сделали еще хуже. Нагрузка на пятки идет вашим весом в 100 килограмм. Вот этот слой кожа не выдержит. Вся пятка начнет трескаться. И так далее, и так далее. Ладно, я это все, значит, демонтировал дело. И опять прижгли мне все это азотом. Но через три недели я никакого результата не увидел. Снял опять слой кожи прижженный. И у меня бородавки остались. Так и остались. Потом я уже не знал, что делать. И узнал про клинику лазерным прижиганием. Поехал туда, записался, отдал 8 тысяч, по-моему, за процедуру. Ну, там было вот сколько-то бородавок, все вот, которые были на пятках. За одну процедуру я отдал 8 тысяч. Сказали, что процентов 80 все это дело должно решиться. 20 это якобы на то, что вы придете повторно. И мы, возможно, нужно будет еще прижечь лазером. Ну, я согласился. В итоге, через, по-моему, месяц я пришел. Потому что заживало у меня все это очень долго. Я дня два вообще ходить не мог. Потому что все это открыто. Практически у меня до мяса все было это открыто. Вся стопа была как будто прострелена так вот насквозь. Углем. Это вот как угли, можно сказать, положить. И вот оно до мяса прожгло у меня все это. У меня сейчас слез потихают вообще из-за чего. Вот. Поэтому после этого я на все это плюнул. Прошло полгода. И вот я оказался в клинике. Кабинет вот. Подологии номер один. Пятки в порядке. Чем закончится моя история, пока я не знаю. Вот такая история. Ну, показывать я вам процедуру не могу. Единственное, потом покажу, как у меня все это выглядит после процедуры. Пока все. Да, вот хочу сказать, что вот я сижу и записываю данное видео. А в процессе моего разговора я, получается, мне делают прижигание. Но я не чувствую ни боли впервые. Прижигание без анестезии, да? Да, без никакого. Без кетонала, без... Без мази, без объекций. Без ничего, да. Без... А, вот прежде чем лазером прижигают, они делают укол на каждую бородавку. Это просто... Это вообще, я не знаю. Это не у стоматолога укол в десна получить. Это такой укол. А у меня их сколько, там, этих бородавок? И вот сколько уколов. Вот. Вот такую адскую боль. Однажды, помню, после прижигания лазером я расплакался. Вот. Ну и такое было. Я позвонил жене, она чуть ли не готова была приехать. Я говорю, не надо. И вот я полчаса плакал в машине. Сидел. Вот так вот. Процедура идет, я записываю видео. А как-то так. Так, вот сейчас покажу, как это выглядит. Вот, значит, на руках. Вот здесь вот немножко жжения есть. Вот видите, да, такой вот йодом. Не йодом, а как будто йодом. Йод такой цвет, да? Да, цвет. Цвет такой вот. Желто-оранжевый. Вот такой цвет. После прижигания. Вот видите. Вот. Это на руках. Вот ноги. Вот с такими теперь вот точками, пятнами. Вот. Вот здесь. Не видно, давайте покажу. Вот так. Угу. Угу. А теперь видно. Держите. Угу. Пока только первый день, все. Всем пока. Такое вот мыло от Академика. Рекомендовано два раза в день использовать. И эфирное масло, чайное дерево. Угу. Тоже от Академика. А вот мыло для чего? Мир, мыло противовирусное. Это домашний уход. Чтобы не распространялись вирусные процессы. А два раза мыть в день? В день, да. Утром и вечером, да? Утром и вечером. Плюс оно еще является подсушивающим препаратом. Угу. То есть... А сколько стоит вот такое мыло? Мыло стоит 407 рублей. Или 704? Ой. Да, 704. Офигеть. Неправильно посмотрела. Вот те мыло за 1000 рублей. Вот мыло 704 рубля. Да. Масло чайного дерева 2000 рублей стоит. Охренеть. Эфирное масло. Вот так вот. У нас цены официальные. На официальном сайте тоже есть фиксированные цены. Поэтому мы не завышаем их. Угу. Все понятно. Есть определенный прайс, по которому мы работаем. Покажу. Можете свои даже подписчики показать. Ну, прайс-лист. На продукцию. Вот мыло. 704 рубля. Так. А чайное дерево где? Вот. Масло чайного дерева 2000. Да. Также у нас противогрибковые препараты есть. Бальзамы от трещин. Противогрибковых. Есть и вот крем-сос. Очень сильный регенератор кожи. Подходит даже для людей с трофическими язвами. Есть бальзам для губ, который спасает от грибковых поражений. То есть это заеды и герпес. Герпес, да. Вообще шикарно спасает. Вот, кстати, бальзам для губ. У меня у сына герпес выходит. А у него есть срок годности? У него есть срок годности, да. Вот, взять и на. Вот у меня у сына бывает герпес. Вообще, конечно, предупредит мнение, что у натуральных препаратов не бывает срок годности. Но вообще, по факту, конечно, завод-производитель пишет всегда. Это такое маленькое, оно хватает на сколько раз? Его хватает надолго. Да. Какая-то звездочка. Да, как звездочка выглядит, но вообще надолго хватает. И очень хорошо, кстати, заживляет трещины вокруг кутикулы. Да, если вот от морозов бывают трещинки вот здесь вот. Очень хорошо ухаживает и за кутикулой. И вот такие замечательные свойства у него. Понятно. Вот. Что я могу сказать? Прайс Академика. Да, все. По каждому препарату есть описание. Вот это получается 1 мл. В колбочке такой, да? Да, чуть больше налила, да. Ага. Обязательно закрывайте. Эпендорф это называется. Не в холодильнике хранить? Нет, в холодильнике не надо. Подальше от батареи и от детей. Это что такое? Эпендорф. Эпендорф. Это Тара. А, Тара. А сам препарат называется как? Сам препарат противовирусный от бородавок. От бородавок. То есть у них есть название, но мы говорить не будем, да? Да. Понятно, понятно, коммерческая тайна, короче, вот так вот. Вот этим, вот этой штукой мне вот прижигали, вот, вот они, вот такой эффект вызывает. Он прямо аж эти купырышки такие. Да, с руками чуть-чуть поосторожнее, ладно? Это на сколько получается мне? На курс, должно быть, да. На курс? Семь, восемь до десяти дней. До десяти дней. Короче, вот эта стоит штучка, сколько она стоит? Тысяча рублей. Тысяча рублей стоит, вот так вот. У меня сейчас вот на все вот это вот три двадцать семь бородавок на ноге, и на руках вот одна штучка такая ушла, да? Я из своей таржи делаю. Ну, примерно, короче, ну, примерно миллилитр уходит. Да. Ну, миллилитр на сколько хватает в среднем? На семь. Пятьдесят бородавок прижечь? Вам хватит на первый курс? Короче, вот так вот, все, на первый курс хватит, все.